Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Марина Джалая, глядите у гэтым выпуску. Митинги, концерты и святочный салют у Гомеля означали день оборонца Вайчины и стагодию Збройных сил Беларуси. У Тульный дворок – знаходка для здоровья. Три физкультурно-оздоровленческие комплексы з'явилися на территории дитячого сада Уйвецы. Стыль пяти. У Гомелі прайшов концерт творчого союза пяти музыкантов. Инструментального трейлеры – цей дуэт «Небаян стайл». А зараза б гэтым иншим, больш падрабязна. Больше за четыре тысячи человек у Гомелі прайняли уделы в аурочистом митингу, який прайшов для Вечного огню на площади працы. А кроме ускладания кветок, отбылась выстава боевой техники и аурочистый сход, присвяченный Дню оборонцов Вайчины и стагодию Збройных сил Беларуси. На мероприемствах побывал Олег Сенцюров. На аурочистом митингу, каля мемориала Вечный огонь, керуньки в области и города, ветераны, працуньки громадских объединанев. Для шматка госприсутных гэта не просто агульна национальная свята. Некто служил во Озбройных силах ранее, некто заявляються военнослужащим зараз. 77-годовая Валентина Ляшчинская на митинг пришла с фотосдымком своего батьки. У 41-м яго призвали у Червоную армию, и гэта была адзенная информация, якую ведали родные. Амель, 70-ти годов, знайсти документы близким человеку спробувала я годочка и в речте досягнула своей мити. Документы у меня, младший политруб Костюченко Михаил Прокофьевич, политруб стрелковой роты, погиб без власти в 41-м. Нашли документы. Я прошу музей Великой Отечественной войны поместить мне фотографии туда и документы сканированные. Великая Отечественная война была, бодай, самым значным опробованием для Узбройных сил. Тяжет от тех, кто принял 1-й удар немецкой армии, бойцы белорусской, тогда заходней военной округи. Сегодня по подвигу червоноармейцев нагадывают сотни помников и монументов, які установлены у городах и вёско-гометской области, прозвищами героев, названные в улице. Хоть казались сегодня не только минулым, выстава военной техники завсюду выкликает интерес у гомельчан. Тут нема новых и поколящих секретных распроцовок, а лей тое, что находится на пляцовке искравое подтверждение. Белорусская армия – гарант стабильности и суверенитету державы. Не обышлось одаречи на гэтый раз и без традиционной солдатской каши, якая за счеток рассталась особливой популярностью у гомельчан. По велике прахунку, гэта таксамы своясабливый символ армии, история якога налечывая не одной десяти годзе. Солдатская каша на гэтый раз двух видов – гречневая и ячная. Обо двух выпадках – внутри таксама морка, тушенка и аллей. Адмовиться от такой ежи просто немогчима. На выставе, якая разгорнулся в областным громадско-культурном центре, уся 100-годовая история узбройных сил. Декрет Совета народных комиссаров о творении червоной армии был подписан 15-го студзиня 1918 года. 23 лютого – гэта дата, коли армия спиняла наступление кайзеровских войск. На праканце 1918-го были утворены Минская, а потом заходние военные округи. У 1926-го округа почала называться Белорусской. У той час на гомельчане побывали многие ведомые военные начальники. Проходил службу в 1923 году в деревне Сырот, будучи маршал победы Георгий Константинович Жуков, командовал кавалерийским эскадроном. Дальше у нас комдив Гай служил. Здесь 7-я кавалерийская дивизия стояла в Гомеле. Тарновский-Тарлецкий возглавлял 6-ю чангарскую кавалерийскую дивизию, которую в свое время брала Крым в 1920 году. Она была перегислоцирована сюда. По долгу службы неоднократно бывал Семен Михайлович Буденный. Урочистый сход – еще одна подстава накатать историю белорусских узбройных сил и назвать имены тех, кто воевал подчас великой очины и выполнил интернациональный долг в Афганистане. Сегодня у Беларуси створена компактная мобильная боездольная армия, которая отвечает всем потребованиям часу и заявляется гарантом военной безопасности державы. Официальная урочистость у Гомеля завершается уручением областному военкомату сертификата областного выконавчика комитета на 50 тысяч рублей для развития материально-технической базы комиссариата. Олег Сентеров, Игорь Мариченко, телерадио-компания «Гомель». У Гомеля святкование Дня оборон Суайчины и ста годзю Збройных сил Беларуси завершили концертной программой. Музычное веншование гучали со сцены, якая разместилась для лядового палаца. На протягу некольких годин перед гомельшанами и гостями города выступали творческие коллективы и сольные веконавцы. Завершился концерт святочным салютом. На заводе «Централит» запущена эксплуатацию первого СНД линия беспирапынной разливки Чигуна. Это дало махшимость отримать за потребованную на внешних рынках продукцию. Планами и достигнениями на предприемстве поделились с нашими корреспондентами. Планы по модернизации на гомельском литейном заводе у вогулі масштабны. У администрации предприемства лишать, что иначе не то, что на внешней рынке не трапить, але и на внутренних тяжко утрыматься. У лютым тут запустили уникальный станок для выработки дравляных моделей. И навито по гэтых формах будет выпускаться продукция предприемства. Обсталявание оказалось настолько складанным, что прасовать на им будут выключены инженеры-программисты с высшей эдукацией. А ліпера ваги при гэтым чекаются значные. Мы модернизировали деревообрабатывающее производство путем внедрения деревообрабатывающего комплекса 5D. 5D – это значит, обработка идет в автоматическом режиме по пяти координатам. Это уникальный станок для Республики Беларусь, именно для модельного производства. Тем самым нарастим производство поставок литья в ближние зарубежные, такое, как Майкопский редукторный завод, в дальние зарубежные, такие, как страны скандинавские, Финляндия, Прибалтика. Еще одно новое уведение – линия безперапинной разливки чугуна. Ее установка на централитете была продуглежена еще решением Совета Министров об развитии айчинного машинобудования, якое прималось в 2012 году. На подставе этого документа Институт металла у Национальной академии наук распросовал проект, по яким и выробили новое обсталявание. На заводе кажут, что аналога у Яму нема ни у одной краини СНД, а выробляемая продукция, запотребованная на внешних рынках. Яшедзен плюс новой линии, она дозволяя экономить каля 12% электроэнергии. Але тольки новым обсталяванием планы местового керавництва не обнажевываются. Головный боль практически у сих заводов, побудованных у советские часы, по меры вытворчих помешканев. Каб переобсталявать старые помешканя, необходно полностью зменить технологии вытворчасти, что вельми проблематично. Але выканание санитарных потребований у махчима и у таких умовах. Работникам на централизе выдали теплое оденье и установили додатковые технологичные перепынки с махчимостью отрывания бесплатного гаража чаю. Плюс провели у належный стан гардеробы, где теперь постоянно контролируется температурный режим, и открыли покои для приема ежи. Як выник, у минулом годе захворываемость работников предприемства у правонания с 2016-м снизилась больше, как на 10%. Ежедневно представителями профсоюза совместно с работниками охраны труда проводится мониторинг в цехах, в административных корпусах, в гардеробах, бытовых помещениях по соблюдению температурного режима. Температурный режим соблюден. Каждый гардероб оборудован комнатой приема пищи, в которой имеется холодильник, чайники, микроволновка, питьевая вода. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Юген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Первую операцию на плечевом суставе с допомогой нового артероскопичного комплекса ультравысокой разделяльности сделали в Гомельской областной клинической больнице. Аппарат такого класса – один в Беларуси. Обсталевание для диагностики патологии суставов набытое дякуючей реализации мероприемства державной программы по переодолению наступства катастрофы на Чарнобыльской АЭС. Практичное применение уникального диагностичного комплекса одночасово дозволит отримавливать визуальную характеристику и пальпацию внутри суставных структур. При этом забеспечиваются минимальные для пациента травматичность и риска ускладнения. Подробязные репортажи об новом обсталевании наши корреспонденты подрыхтуют на наступном тыдне. Запастись терпением на целый год пришлось и детям, батькам и супрацовникам яслия усада номер 4 в ВЕЦИ. У початку минулого года установа Адукаса выиграла у конкурсе мясцовых инициатив с проектом «Утульный дворок» с находкой для здоровья. И вось у Знагорода три физкультурно-оздоровленческие комплексы заявились на территории дошкольной установы. За першими выпробованиями «Горок» и «Арелев» назирала Наталья Капрыленко. 120 детей наведывают этот детячий садок. Сучасные физкультурно-оздоровленческие комплексы пришлися под уши выхованцам усих взрослых групп. Дети долго чекали открытия комплексов. С конца лета назирали за установкой объемных конструкций. Цяпер знов вернуться в детячий сад хочуть навод школьники, былые мясовые выпускники. Бо тут цяпер есть навод полновартостная фитнес-пляцовка. Батьки у приемным сделлений кажут, навод и не сподевались, а что их дети смогут займаться и гулять на сучасных, аголовно-экологичных и беспечных пляцовках. Цяпер признаются, дятей саду у вечера будет забрать складаний. Нравится горки, лазить, ножки качают, по дорожке здоровью бегают. Ну что? Вообще, вот приходим за ребенком, даже старшим деткам интересно покататься. Вот. А тебе как? Как тебе площадка? На первые дни открытия комплекса у дитяшая дошкольная установа означала свой 35-й день на роджение. Лепших о подарунку не придумаешь. Займаться на пляцовках дети смогут и в выходные дни у специализованных группах. Вот эта площадка у нас для детей, она называется «Поиграйка» для детей 2-3 лет. Деток, которые ходят в наш детский сад и которые придут в будущем в наш детский сад. Следующая площадка – физкультурно-оздоровительные направленности. И следующая группа у нас – озорные непоседы. Это площадка выходного дня, туда будут ходить, мы надеемся, дети и бабушки, дедушки. В выходной день им будет чем заняться, и каждому найдется дело по душе. Дитяшая радость и захопление – лепшая узнагорода для усих удельников проекта. Саденничание развитию на мясовом узровне Республицы Беларусь. Инициативу «Утульный двор. Знаходка для здоровья» поднимала первичная профсоюзная организация филиала Ветковского дорожно-будовничного управления номер 185. Разом они смогли перемахтши в конкурсе инициатив, которые спонсируются Европейским Союзом и выполняются программой развития ААН. Несколько лет учреждения нашего района принимают участие в различных проектах, связанных с международной деятельностью. Это могут быть проекты организации объединенных наций, Всемирного банка Европейского Союза. Стоимость этого проекта – более 11 тысяч евро. И могу сказать, что в том случае, если есть желание у руководителей учреждения образования, то нет ничего невозможного. И вот те детские площадки, те игровые комплексы, которые мы сегодня видели, я думаю, будут являться большим подспорьем в обучающем, в воспитательном процессе в данном учреждении. Также призываю и всех остальных руководителей активно участвовать в этой работе. Усе комплексы будут працавать для детей-выхованцев и их старейших братов и сестер бесплатно. У выходные в установе плануются организовать занятки для детей с батьками, як платную послугу. Наталья Капрыленко, Валерия Гапанько, телерадуя компания «Гомель», Ветковский район. Куренню ложку и несправность спячного отепления – головные причины пожара в регионе. Нагадать про меры безопасности и попередить махчимые здарения – задача наглядальных комиссий. В Мазырском районе особливую увагу специалисты надали Крыничинскому сельскому совету. Тут у одной из вёсок на пожары недавно загинул мясцовый Жихар. Разом с комиссией у рейда отправились корреспонденты телеканала «Мазыр». Здравствуйте. Нас много не пугать. Смотровая комиссия, можно? Можно заходить. Отклавши все справы по господарцам, Михаил Павлович сустракая наглядальную комиссию. Сегодня он один и дорослый человек в доме. Его женка отпадшиваю в санаторий. Один от у прихорошего внука, он же и головный клопот. До того ж годы дают об себе ведать и здоровье часом подводить. Пропоновать социальную допомогу, аглететь газовое псталявание и пятшное отепление. Задача комиссии – улишить усе факторы, які могут привести до трагеды. Михаил Павлович признается, печка ее не користается некольких годов. Она потребует ремонту, а дом подлучшен до центрального отепления. Зрешты, еще одна причина пожаров на Мазыршине – курение в доме. Вы курите только в этом месте, либо еще, может, где-то там, сидя в кресле, в диване? Нет, только здесь. Только здесь, да? То есть у вас стационарное место, я смотрю, пепельница тоже имеется. Да. Ну, как бы тоже, смотрите, потому что очень часто происходят пожары по причине… Я в хате не куру вообще, баба не разрушает. А кроме пожилых людей, особливая влага, так само, семьям, Экеаз находится у социально небеспечным становища и шмадзетным. Для Инны Васильевны – мать и пяти детей, без пека в доме на первом месте. Ну, пожарные извещатели, чтобы детям обеспечить спокойствие, не мало ли чего. Спозднившись на месяц, зима не сдає позиции. Моцные морозы чекаются и на гэтых выходных. Для супрацовников МНС гэта – самый гарачий час. На территории Криничного сельсовета основными причинами возникновения пожаров послужил это преклонный возраст граждан, в связи с этим болезненное состояние. А также неосторожное обращение с огнем, в основном при курении, в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому на сегодняшний день основное внимание при обследовании домовладений и квартир уделяется именно гражданам пенсионного возраста и гражданам, которые злоупотребляют спиртными напитками. Вячеслав Приписнов, Светлана Грудьком, телеканал «Мазыр» специально для телерадио компании «Гомель». Податковые органы нагадывают, продоставить декларации за минулый год треба не позднее, чем до первого саковика. Оплатить податки – до 15 мая. Истотных измен удаченений до физичных особей, ким необходно подавать декларации, не отбылося. Форма справоздачности размешана на офицейном портале Министерства по податках и сборах. Доходы, полученные за границей в виде заработной платы или иных денежных вознаграждений. Также подлежат декларированию доходы, полученные из-за границы от юридического лица от проведения операций на рынке Форекс. Подлежат декларированию доходы, полученные в виде выигрышей призов из-за границы, как пример – покер, а также денежные вознаграждения за публикование видеороликов. Декларацию можно продоставить як у паперовым, так и у электронным выгляде праз официальный интернет-портал Министерства. Так само это можно сделать и с помощью мобильного телефона. Потребно прийти в любой податковый орган с пашпортом, отримать логин и пароль, зарегистровать в властный кабинет, который в будущем можно использовать в тимлику для оплаты податков. Податковая инспекция закрепляет не откладывать в предоставление декларации на последние дни. Порушение терминов может привести до администрационного покарания. У Гомеля прошедший 4-й областный конкурс дуэта «Удве зорки» – организатор областного отделения Белорусского детячого фонда. На сцену Гомельского областного палацу творчества «Дятей молоди» вышла 31 пара конкурсантов. Спаборничали яны у трех номинациях – вокальные, хореографичные и музычные. У рамка хапошни оценивалась игра на музычных инструментах. По умовах конкурсу с творшим номером выступает дуэт «Дитя» и «Дорослы». До удела, звичайно, запрашаются дети-сироты и дети с обмежеванными махчимостями. Разом со своими родными, наставниками, приемными батьками, тивыховальниками, яны выходят на сцену, как показать свои артистичные сдольности. Дети наши с тяжелой, трудной судьбой, и они выходят на сцену. Это, конечно, дорогого стоит, что дети могут заявить о своем таланте, могут как-то себя и показать, и утвердиться в себе, что они могут. Классика сучасностей фольклор. У Гомеля прошел концерт творчого союза пяти талиновитых музыкантов. Инструментального трейлеры – цей дуэт баянистов «Небаян стайл». На сцене Палаца культуры Чигунышников разгорнулася музычная программа, где разностайные техники и стили звучали сяоадинное мелодичное полотно. Дуэт баянистов выканал классичные и народные творы у сучасной аранжировцы. Своей виртуозной игрой молодые артисты передали глядачам целую гамму почутцев. От глубокого смутку до нестримной веселости. У свою чаргу тонкая почутся рытмы и надзвычайный национальный колорит перетворили гучание инструментов у руках удзельников трейлерыца у игру саправднага оркестра. Даречи, аутрами многих композиций з'являются сами выканалцы. Суместные выступления музыканты постарались наполнить творшей импровизацией и гумором. Шуточные коллажи, веселые номера, то есть общение со зрителем. Вы знаете, на сегодняшний день зрителям не хватает все-таки юмора, какого-то счастья, такого внутреннего, знаете. И вот наш стиль поднимает настроение, чтобы люди выходили с концерта, радовались жизни и знали, что все у нас прекрасно. На совместный номер, наверное, все-таки готовились уже давно. Мы готовились давно, да, и вдохновителем был Андрей Сочнев из Трего Лирица. Он предложил сделать номер на произведение Дербенко, композитора российского. Это получилось интересно очень. И у зрителей на концертах это имел успех, поэтому мы решили... Внедрили супер. ...продлить, да, союз творческий, внедрили этот номер в программу. ГТ и другие новины вы можете найти на нашем сайте у интернету по адресу www.tvrgoml.by На ГТМ выпуск завершено. Всего доброго и до встречи в эфире.